Проведенное в прошлом году техническое обследование зданий латвийских тюрем показало, что только в двух из девяти мест заключения окупилось вложение средств в реконструкцию зданий. И оценивая минимальный объем необходимых инвестиций в улучшение состояния латвийских тюрем, Минюс считает, что же сегодня нужно закрыть Рижскую центральную тюрьму и Даугавгривскую тюрьму. В последней на прошлой неделе с рабочим визитом побывал министр юстиции Янис Борденс, а также начальник управления мест заключения Латвии Илона Спуры. В настоящее время в Грифской тюрьме, здание которой было построено почти 200 лет назад, отбывает наказание 754 заключенных и в камерах находится по 12-15 человек. В 2012 году для предотвращения аварийной ситуации в ремонт Даугавгривской тюрьмы было вложено 2,4 млн евро. В настоящее время реконструировано только 16%, так как реализовать проект по реновации в полном объеме, как того требуют европейские нормативы, невозможно. Решением проблемы могло бы стать строительство новой тюрьмы. Такой объект в недалеком будущем появится в Лепое. Затраты на его строительство составляют 113,597,000 евро, а сдать его в эксплуатацию планируется в 2023 году. Лепойская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных. С января будущего года Министерство образования и науки планирует перестать финансировать бесплатные обеды для учеников младших классов. Государственные чиновники, в том числе и Минобразование, полагают, что эту обязанность должны перенять на себя самоуправление. Но я считаю, что инициатива Министерства образования, конечно, очень-очень непродуманная, потому что сталкивать лбами питание детей и зарплату учителей, ну это по крайней мере не цивилизованно. Государство должно развиваться целенаправленно, стабильно, и тогда мы все будем жить стабильно. А сегодня что у нас, одним словом? Ну, а сегодня у нас вот такие вот непродуманные высказывания, дай бог, чтобы за ними не последовали непродуманные решения. Сейчас обеды для всех учеников первых-четвертых классов финансируются из бюджета Минобразования. Общая сумма финансирования составляет неполные 20 миллионов евро. В результате 80 тысяч учеников начальной школы обеспечены бесплатными школьными обедами. К слову, самоуправление Даугуплса по собственной инициативе реализует программу бесплатного питания учеников пятых-двенадцатых классов. По итогам конкурса членом управления Даугуплской региональной больницы стал Григорий Семенов, который исполнял обязанности главы этого учреждения несколько месяцев. На должность главы регионального медицинского учреждения претендовали пять человек. Тем не менее, после длительного анализа всех претендентов руководить больницей было доверено господину Семенову. Напомним, в начале августа он предпринял решительные действия, возымевшие огромный резонанс в обществе. Григорий Семенов приостановил плановые операции, сообщив о проблеме, которая, как оказалось, существует во всей Латвии не один год. Речь идет о нехватке анестезиологов и аниматологов. Этот поступок привлек внимание общества и не только к Даугуплской региональной больнице, но и всем латвийским клиникам, в том числе республиканским. В результате длительных переговоров с политиками и чиновниками из Минздрава плановые операции были возобновлены раньше указанного срока. При этом местным врачам уже оказывают помощь два новых молодых специалиста. В Даугуплсе открывается еще один филиал ПНБ банка. Об этом сообщил член правления банка Цитаделла Владислав Миронов. Такое решение было принято после анализа потока клиентов и скорости их обслуживания. Итак, начиная с 3 сентября в Даугуплсе будут работать филиалы ПНБ банка, которые расположены по следующим адресам. Один из них на улице Рига с 59, время работы с 9 до 18 часов, и на улице Валкас-3, время работы с 9 до 18 часов, суббота, воскресенье, выходные дни. Государственное агентство недвижимости выступило с предложением снести три здания, расположенных на территории Даугуплской крепости. Финансирование работ по сносустроению государственное учреждение готово взять на себя. Речь идет о зданиях, одно из которых находится на улице Гекеля-3, два других расположены на улице Александра, дом номер 5 и дом номер 11. Если по поводу сноса аварийного объекта на улице Гекеля, построенного из силикатного кирпича, вопросов не возникает, ибо оно не представляет историческую ценность, то в отношении двух других зданий не все так однозначно. Да, они находятся в плачевном состоянии, но тем не менее продолжают быть составной частью архитектурного ансамбля Даугуплской крепости. Первая из них – это старая капелла и морг за бывшими казармами. Объект представляет историческую ценность и требует срочной консервации. Вторая расположена за инженерным арсеналом, в котором планируется создать музей техники и индустриального наследия. В защиту этих зданий высказались управляющий крепостью Янис Островский, историк, профессор Дагруповского университета Хенрик Сомс и заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский. В этой связи было принято решение обратиться к самоуправлению с ходатайством о перенятии этих двух объектов городской думы. 7 сентября в Калконах состоится мероприятие, которое будет посвящено празднованию весьма значимой даты. В этом году поселок Калконы отмечают 500 лет со дня своего основания. В программе – праздничное шествие, открытие памятного места, концерт, работа творческих мастерских, развлечения для детей и взрослых. А поздним вечером в 20 часов начнется музыкальная вечеринка, которую продолжит огненное шоу. И завершит этот праздничный день салют в честь дня рождения поселка Калконы. В Даугапелсе появился новый, так сказать, компас, который позволит совершить гастротур по даугапелским ресторанам. Даугапелский туристический информационный центр в сотрудничестве с городской думой и предприятиями общественного питания подготовил для даугапелчан и гостей города специальный буклет – путеводитель гурмана. В общей сложности участия в проекте приняли 11 городских ресторанов, 2 гастробара и 1 сушибар, 8 кафе, 2 пиццерии и 3 ресторана Даугапелского края. Новый путеводитель наполнен яркими иллюстрациями и полезной информацией, описанием каждого предприятия, питания, контактной информацией и часами работы. Читатели смогут получить подробную информацию о предложениях местных заведений общественного питания. Владельцы домашних питомцев смогут найти подходящее для себя кафе или ресторан, дружелюбный по отношению к животным. В свою очередь все остальные узнают, предлагает ли предприятие дегустации или предоставляет ли возможность в теплые дни насладиться завтраком, обедом или ужином на свежем воздухе, расположившись на летней террасе. В новом путеводителе для гурманов указано количество посадочных мест в заведениях общественного питания, а также средняя стоимость основного блюда.